МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На языке дружбы в республике гостит делегация учителей из Китайской и Народной Республики. 24 июня в Чувашии отмечают День Республики. Праздничные мероприятия уже начались. Одно из первых международный экономический форум. Он сегодня открылся в Чебоксарах. В его рамках проходят круглые столы и конференции. Пленарное заседание вновь провели в формате делового завтрака. Ведущие эксперты, руководители предприятий, представители общественных институтов проанализировали тренды глобальной экономики и определили точки роста регионов. Впервые в рамках форума состоится награждение финалистов премии «Бизнес-успех». Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Мнение экспертов сводится к одному. Сейчас предприниматели, в том числе и зарубежные, готовы реализовывать свои проекты именно в регионах. Но инвесторов еще необходимо заинтересовать. Для работы бизнеса на местах должна быть сформирована идеальная модель. И здесь многое зависит от властей. Вызовы времени требуют согласованных действий для поиска дополнительных стимулов развития предпринимательской инициативы. Конкуренции. Стимулирование притока инвестиций в реальный сектор экономики и в социальную сферу. Перед гостями я хочу ответственно доложить. У нас сегодня работают 7 иностранных компаний. Буквально они пришли за последний период. Мы создаем благоприятную среду для всех, кто хочет честно работать, платить налоги по российскому законодательству. Торговыми партнерами нашего региона являются 92 страны мира. В середине их Китай, Беларусь, Казахстан, Германия, Италия, Швейцария. Основной приоритет государственной политики – привлечение инвестиций, улучшение делового климата в регионе. К республике присматриваются японские предприниматели. Инвесторы из страны восходящего солнца приехали на форум, чтобы найти партнеров в сфере электротехники и производства автокомпонентов. Японские и российские отношения – это существует три задачи. Деприкатство, сотрудничество области. И второе – это содействие продоведения малоследовательных предприятий. Третье – это расширение территории. Наша японская делегация находится в Чувашии впервые. Мы посетили различные предприятия, и многие предприниматели хотят сотрудничать с Японией. Мы знаем, что республика заинтересована в расширении экспорта в страну восходящего солнца. В этом году среди участников Чебоксарского экономического форума немало представителей европейских стран. Свои проекты в республике в ближайшие годы намерены реализовать польские бизнесмены. Мы уже ведем переговоры с опорой России, которая готовит компетенции с малоследним бизнесом. И это то, что нас интересует. Я вижу там большие возможности, большой потенциал. Сельское хозяйство – это то, что нам совпадает с нашими возможностями. Потому что, я не знаю, насколько Чуваши знают, но польское сельское хозяйство очень на высоком уровне. Есть о чем поговорить. Но и российские бизнесмены должны укрепить свои позиции за рубежом. Чтобы это произошло, необходимо устранять возникающие барьеры. По их мнению, на смену одним, как грибы растут и другие, что мешает предпринимателям. Эксперты считают, что во многом компаниям не хватает финансовых ресурсов. Есть проблемы и с логистикой. Нужно уменьшать предпринимательское бремя, налоговое бремя, снижать административные барьеры. Ну и, мне кажется, государство должно создать понятные условия. В плане, например, инвестиционный, должен создан быть инвестиционный меморандум, где предприниматель, если он выполняет все условия, создает рабочие места, платит налоги, строит эти заводы, он должен понимать, что правила игры не изменятся, что государство не поменяет процентную ставку, регуляторную среду. В республике предпринимателям работать комфортно, и это отмечают ведущие эксперты. Регион укрепил свои позиции в рейтинге кредитоспособности. Высокие оценки Чуваши поставили не только в России, но и аналитики за рубежом. Это позволяет региону смело говорить как с инвесторами, финансистами и регуляторами, как в России, так и в Евросоюзе. Регион продемонстрировал свою информационную открытость, потому что для того, чтобы пройти процедуру рейтингования, регион должен сделать очень большую работу. И эта работа была проведена, было предоставлено большое количество информации. Мы поговорили с предпринимателями, с руководителями администрации, с внешними экспертами. На форуме партнером республики стал и Российский фонд технологического развития. И в рамках форума у нас подписывается соглашение о взаимодействии Российского фонда технологического развития и фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской республике. Два фонда будут сообща развивать инновации. Экономика региона в них нуждается остро. Бедрик Ковалев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика. Спасибо большое. К началу нашего эфира уже стало известно, кто они, обладатели престижной премии «Бизнес-успех». С нами на связи Дмитрий Ковалев. За премию «Бизнес-успех» боролись сотни предпринимателей со всех регионов ПУФО. Отдельную номинацию предусмотрели для муниципалитетов, которые внедряют лучшие механизмы поддержки бизнесменов и улучшают инвестиционный климат. Финалистам вручили ценные подарки, денежные сертификаты и статуэтки «Золотой домкрат». Призеров определяли ведущие банкиры и представители общественных организаций. Номинации больше десяти. Награды вручают лучшим экспортным сельскохозяйственным интернет-проектам. И сразу пятеро предпринимателей из Чувашии одержали победу. Сыргим униципалитетом за премию «Бизнес-успех» боролся и на Чебоксарск. В этом году эксперты впервые определяли лучшую систему закупок. Город «Сбутник» занял первое место и теперь получат один миллион рублей за развитие городской среды. Премию «Бизнес-успех» вручают седьмой год подряд. Чебоксаров впервые прошел огромной этап. Количество участников увеличивается каждый год. В практике обладателей премий достойный пример другим. Лучшие проекты организаторы намерены тиражировать по всей стране. Митрик Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. И сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями зарубежного бизнеса. Декорации новые, действующие лица те же. В Доме правительства еще раз обсудили вопросы взаимодействия иностранных партнеров и местных властей. Только более узким кругом. Каким образом возможные инвесторы хотят участвовать в развитии экономики? Какие уже есть точки соприкосновения и что нужно предпринять, чтобы регион стал комфортным для зарубежного бизнеса? Это есть ли мультиязычная, разноязычная поддержка? Кроме того, существуют ли системы оказания поддержки услуг? Кроме этого, оказывается ли какая-то поддержка иностранным специалистам в условиях проживания в регионе? Другие факторы – конкурентоспособность, затраты, логистика и налоговые льготы. Чувашия достаточно привлекательна для зарубежных бизнесменов. Предприятия из 92 стран уже – наши партнеры. Товар оборот с Азербайджаном, к примеру, за последние полтора года вырос более чем в два раза. Каспийская республика заинтересована в усилении экономического сотрудничества. Нас очень привлекает и очень интересна тематика, скажем, импортирования продукции пищевой промышленности Чувашии, химической промышленности, отдельных, скажем, компонентов в сфере строительства. Со своей стороны, конечно же, Азербайджан славится своей продукцией сельского хозяйства, плюс продукция пищевой промышленности, ну и, конечно же, в сфере информационных технологий. То есть это все будет предметом наших двусторонних обсуждений. И я думаю, что очень скоро мы можем уже выходить на конкретные проекты. Предварительные соглашения обязательно приведут к конкретному результату. За примерами далеко ходить не надо. Уже в этом году в Чувашии откроют свои производства зарубежные компании «Сименс» и «Видмюллер». Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. По традиции, в преддверии Дня Республики между Чувашией и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах открылась 24-я выставка регионы «Сотрудничество без границ». Если спросить участников и гостей, что для них выставка регионы «Сотрудничество без границ», то все ответят по-разному. Для предпринимателей это контракты и возможность договориться о сотрудничестве. Для производителей – показать свою продукцию и продемонстрировать новинки. Ну а гости больше всего любят ту часть выставки, где проводят дегустации. Самый вкусный ряд посетил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Молоко, конфеты, овощи, мясные деликатесы, мед. Отпускать без угощения главу региона никто не хотел. После продовольственных рядов Михаил Игнатьев попробовал уже на прочность. Мячи, которые выпускает завод имени Чапаева. Они должны заместить в наших магазинах китайскую продукцию. От продукции к технологиям. Самые последние наработки главе Чувашии представили у стендов учебных заведений республики. Так брошюру детского технопарка «Кванториум» Михаил Игнатьеву преподнес робот. В общей сложности в этом году свои экспозиции представили 140 организаций Чувашии из семи регионов страны. Чувашская республика заняла второе достойное место среди 85 субъектов Российской Федерации. Это дает нам дополнительные сейчас стимулы, уважаемые коллеги, друзья, для того, чтобы мы еще лучше сейчас работали, соответственно, в госуточном режиме, чтобы привлекать этих инвесторов, создавать на них благоприятную среду. Поздравляю с открытием нашей выставки. Праздник вам! Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика Быстро получить паспорт, зарегистрировать автомобиль, проверить, уплачены ли налоги. Все это можно сделать, не выходя из дома. Сегодня на выставке региона сотрудничества без границ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций наглядно представила портал государственных услуг. Ребенку пора в садик, а записаться не так уж просто. С электронными госуслугами ваша жизнь станет проще. Портал работает уже много лет. Специалисты постоянно совершенствуют его функционал, насыщая новыми возможностями. Электронная составляющая таких услуг – специальная система. Благодаря ей у нас есть возможность, единожды зарегистрировавшись, получать необходимые документы, практически не вставая с места. По данным Минкомсвязи России, почти 70% жителей региона активно пользуются электронными услугами. В этом году одним из больших прорывных событий, которое будет сделано в нашем портале «Годный плуг» – это появление личного кабинета пациента, где к концу года будут представлены все медицинские услуги, оказанные нашим гражданам. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде настолько очевидны, что их оценили даже люди, не очень сведущие в IT-технологиях. Сейчас на уровне России реализуется проект под названием «Мультирегиональность единого портала государственных услуг». Он предполагает интеграцию контента субъектов на территории всей страны. Сегодня же в Чебоксарах начала работу девятая межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Этот медицинский форум проходит в нашем Центре травматологии ежегодно и всегда собирает много участников. Восемь лет Центр травматологии эндопротезирования оказывает высокотехнологичную помощь по своему профилю не только жителям Чуваши, но и пациентам из других регионов и даже стран. За это время врачам Центра удалось завоевать высокий авторитет в медицинской среде. Это доказывает и состав традиционной научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндопротезирования». В этот раз в Чебоксары помимо именитых российских хирургов, травматологов и ортопедов приехали признанные светилы из Швейцарии и Германии. Приветствую участников форума глава Чуваши отметил, в свое время республика сделала ставку на инновации в области здравоохранения и не прогадала. Если взять 10 лет назад, одна тысяча жителей только могли воспользоваться высокотехнологичной медициной, сегодня практически эти показатели увеличились в 10 раз. По разным направлениям практически, включая операции на сердце и по онкологии, по остальным, но и дальше это тоже будем развивать. Что касается Чебоксарского центра ортопедии, по оценкам Минздрава России и самих пациентов, он один из лучших в стране. Педагогический университет в провинции Гуйчжоу в Китае один из крупнейших и старейших вузов Поднебесной. Он объединяет 20 институтов, несколько исследовательских центров и сотрудничает с 40 учебными заведениями в разных странах. Среди них Чувашский педуниверситет. Перспективы развития и взаимоотношений обсудили на встрече главы республики с педагогами из Китая и Чебоксар. Российско-китайское сотрудничество выходит на новый этап партнерства и стратегического взаимодействия. Мы должны дружить, обмениваться лучшими практиками в сфере профессионального образования. Это важно для перспективы, подчеркнул Михаил Игнатьев. Чувашский педагогический университет стал первым российским партнером Гуйчжоу вуза. С 2013 года в ЧГПУ действует Центр китайского языка и культуры, где проводятся вечера российской и китайской дружбы, концерты, выставки, мастер-классы по китайскому языку и каллиграфии, чайные церемонии. Налажены программы обмена преподавателями и студентами. Я работаю в Центре китайского языка и культуры. Я здесь работаю уже второй год. Я здесь очень люблю. И сейчас у меня много студентов, которые изучают китайский язык и культуры. Все они молодцы. У них получается прекрасно. И традиционно в День Республики в Чувашии проходит фестиваль «Родники России». В этом году он юбилейный, 25-й по счету. Творческие коллективы со всей страны выступают на различных площадках столицы и республики. Прямо сейчас на Красной площади проходит фестиваль «Родники России». Юлия Важенина находится в самой гуще событий. Буквально пару минут назад на главной праздничной площадке стартовал всероссийский фестиваль народного творчества. В этом году «Родники России» справляют 25-летие. За четверть века фестиваль поправил одним из самых ярких и творческих масштабных событий в культурной жизни не только нашей республики, но и всей России. И уж, конечно, это мероприятие уже давно стало неотъемлемой частью Дня нашей республики. За всю историю фестиваля в нем принимали участие коллективы из 55 регионов нашей России и стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как Армения, Бельгия, Германия, Египет, Италия, Китай и Куба. Вольфлорные, хореографические, инструментальные. Всего 26 художественных коллективов из разных уголков нашей страны сегодня приехали в столицу Чуаши. Также в концерте примет участие и театр оперы из Китайской Народной Республики. А завтра в национальной библиотеке Лидокрасной площади пройдет театрализованное шествие всех участников фестиваля в Генерации. А сейчас я хочу вас познакомить с одним из коллективов участников этого фестиваля. Это коллектив из Пензенской области. Ну что, ребят, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, как впечатление от фестиваля? Великолепно. Позитивное. 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 Мы три года назад были на этом фестивале, нам очень понравилось. Вот теперь с удовольствием приехали еще раз. Что сегодня покажется жителям столицы Чуаши и что привезли с тобой? Рассказывайте, что привезли. Привезли дружбу народов. Дружбу народов. Что было? Было. Татары, Чуваши, евреи, Дагестан. Русские? Русские, да. Вот такая вот большая семья. Ну что ж, ребята продолжают работать на Красной площади. Я с вами прощаюсь, но ненадолго увидимся завтра. 24 июня специальный праздничный выпуск программы «Республика». Он выйдет в эфир в 17 часов 30 минут. Не пропустите. А прямо сейчас мы расскажем о компаниях, участницах межрегиональной выставки «Регионное сотрудничество без границ». Михаил собирается жениться и задумывается об ипотеке на квартиру для своей будущей семьи. Именно это привело его к стенду Совкомбанка на выставке «Регионное сотрудничество без границ». Хорошие кредитные условия. Хороший банк. Я сейчас посоветуюсь со своей девушкой и придем в Совкомбанк. Банк также предоставляет широкий спектр потребительских кредитов на любые цели. Покупку автомобиля, крупные расходы, срочные нужды. Клиенты могут выбрать приемлемую для себя процентную ставку и срок кредита. Линейка рассчитана на разные цели и категории заемщиков. Доступна новая программа, которая пользуется спросом. Денежный кредит под залог автомобиля и денежный кредит под залог коммерческой недвижимости. Для пенсионеров и молодых специалистов специальное предложение. Что касается ежедневных покупок, то у клиентов Совкомбанка есть возможность совершать их в рассрочку до 12 месяцев без первоначального взноса, комиссии и переплат в магазинах-партнерах благодаря карте рассрочки «Халва». В 2017 году Совкомбанку исполняется 27 лет. За это время он зарекомендовал себя надежным и выгодным финансовым партнером в 68 регионах страны. В нашей республике Совкомбанк работает с 2016 года. Чувашия представлена в таких городах, как АллатР, Шумерля, Новочебоксарск, Канаш и Чебоксары. 24 июня Совкомбанк открывает 11 офис Чувашии. Первым клиентам мы дарим приятные подарки. Подробнее в офисах Совкомбанка и на сайте совкомбанк.ру Редактор субтитров А.Семкин